Издательство Эксмо Холли Веб Котята в музее Тайный дневник Кота Бориса Глава первая Смотри, дракон! Восторженно мяукнула Таша, распушив полосатый хвост. Вот крылья, а вон дым из ноздрей. Бьянка, её сестрёнка, с мягкой белой шёрсткой, лениво перекатилась на спину, приоткрыла глаза и посмотрела на парящие в небе облака. «У тебя очень богатое воображение». «Я вижу обычное облако», — призналась она. «А я дракона», — с готовностью сообщил Питер. На самом деле он не был в этом так уверен, но ему нравилось слушать истории Таши, лёжа под ярким солнышком, которое приятно грело его чёрную шёрстку. Мама отправила котят на крышу музея, чтобы они отпугивали голубей, любивших видь там гнёзда. В основном музейные коты охраняли экспонаты от мышей и крыс, но голуби тоже доставляли немало неприятностей. Они повсюду роняли перья и ещё кое-что погажи, порой и на голову посетителям. Дедушка Айвен, давний обитатель музея, называл голубей крылатыми крысами. Правда, и про белок он говорил, что они всего лишь крысы в красивых шубках. К счастью, пока на крыше не обнаружилось ничего, кроме чудесных солнечных пятен на тёплой кровле, и котята решили немного вздремнуть. Борис зевнул и лениво потянулся, прежде чем поднять взгляд на бегущие облака. «Никакой это не дракон!» Он встал на лапы, и кончик его хвоста дёрнулся от приятного волнения. «Это парусник!» «Совсем тяжёлый случай!» Вздохнула Бьянка и подвинулась, убирая ушки с солнца. Она переживала, что нежная розовая кожица на них обгорит. «По-моему, облако как облако!» «О, Бьянка!» Печально мяукнула Таша. «Неужели ты правда ничего не видишь?» «Только облака!» «Эй, тише!» шикнул на них Борис. «Это важно!» Сестрёнки сердито на него покосились, но рыжий котёнок этого даже не заметил. Слишком уж его заворожили облака. Он стоял на самом краю крыши, и ветер раздувал его роскошные усы. «Смотрите, как парусник плывёт по небу! Интересно, куда он держит путь?» Бьянка, Таша и Питер переглянулись. Борис любил бездельничать, но время от времени его что-то сильно увлекало, и он тут же забывал олени. Обычно таким стимулом становилась еда. Например, когда в кафе-музее появился новый сэндвич с креветками, он разбил лагерь у чёрного хода, бросив на время родной подвал. И вот золотые глаза котёнка блестели, а хвост покачивался из стороны в сторону. Он снова вошёл в раж. А это означало, что остальным котятам придётся нелегко. «Я мог бы жить на корабле, искать приключения. Я бы проплыл семь морей и поселился на острове». «Вроде бы на острове остаются только из-за кораблекрушения, а это тебе вряд ли понравится», — задумчиво произнёс Питер. Борис его не слушал. «Представьте, сколько рыбы в океане!» — произнёс он, и тут же поморщился. «Этот парусник мне не поймать». Вдруг он резко обернулся и вздыбил шерсть. «В музее есть корабль! Бежим скорее! Хватит валяться! Пора путешествовать!» Он поспешил к маленькому круглому окошку, ведущему в кабинет заведующего музеем. «А это обязательно?» — ствердит и уточнила Бьянка. «Только я удобно устроилась». «Лучше пойти», — ответила Таша. «Как знать, что он выкинет?» Бьянка фыркнула, поднялась и медленно пошла по кровле, внимательно глядя, куда ступает. Таша с Питером поспешили за ней и заглянули в круглое окошко. Они как раз успели увидеть рыжий хвост, мелькнувший за дверью. «Он идет к Серебряному льву!» — ахнула Таша, быстро перебирая лапками по пыльным доскам кабинета. «Куда?» — переспросил Питер. «Мы что, еще не рассказывали тебе про этот корабль?» — удивилась Таша. Питер не так давно поселился в музее, а первые месяцы жизни провел на улице. Всякий раз, когда ему казалось, будто он уже изучил все выставочные залы вдоль и поперек. Другие котята упоминали о каком-нибудь очередном коридоре, который он пропустил. «Нет, а корабль настоящий?» «Да, это Галеон, и ему почти 400 лет. Он стоит в сухом доке», — объяснила Таша, спускаясь по лестнице для работников. «К нему можно пройти через морской зал». Питер не знал, что такое сухой док, но не хотел показаться невеждой перед Ташей, и поэтому промолчал. Пожалуй, скоро своими глазами увидит и все поймет. Они прошли по коридору и протиснулись в узкую щель между витринами с униформами моряков. «Солнце полезно для шерстки», — пыхтела Бьянка у него за спиной. «И усики от него красиво завиваются. А гулять у древних лодок — занятие сомнительное». «Вот, смотри», — объявила Таша, выходя в широкие двери, и Питер ахнул. Над ними возвышался серебряный лев во всей своей красе, занимая целый громадный зал с высоченным потолком. Его окружали стеклянные лесенки и мостики с перилами, чтобы посетители могли полюбоваться на старого гиганта со всех углов. Коридор, по которому пришли котята, вел как раз к главной палубе. От времени древесина приобрела серебристо-серый оттенок, и кое-где на досках виднелись остатки выцветшей краски. Спереди корабль украшала великолепная фигура льва с вытянутыми вперед лапами. Казалось, он застыл в прыжке. Борис спрятался от посетителей за информационным табло. Котята протиснулись к нему, и он мечтательно вздохнул. «Ну, разве не красавец?» Бьянка огляделась по сторонам, недовольная тем, что хвалят не ее. «Кто?» «Корабль! Серебряный лев! Жалко, что на нем нет парусов! Он должен плавать по реке, а не торчать на суше! Глядите, сейчас тут никого нет! Побежали!» Мяукнул Борис, выглянув из-за табло, и помчался по трапу на палубу. «За ним!» прошипела Бьянка, и все трое бросились в догонку. Они опасливо оглядывались по сторонам, при этом не выпуская Бориса из вида. К счастью, поблизости в самом деле никого не было. Борис остановился посреди палубы и повел носиком. «Пахнет морем!» тоскливо произнес он, и остальные котята переглянулись. «Пахнет стариной, а не морем!» возразил Питер. Он еще не видел, чтобы Борис настолько чем-то загорался. Конечно, ему нравились мечи и доспехи, но не настолько. Сейчас он отчасти походил в Наташу, когда та рассказывала свои чудесные истории. Взгляд у него был одновременно мечтательный и счастливый. «Пахнет приключениями!» — решительно заявил Борис, и вдруг резко обернулся. «Эй, что это было? Вы ничего не слышали?» Все навострили ушки и распушили хвосты. Из глубин корабля доносился тихий крысиный топоток. Продолжение следует...